Девушки отдыхают Здравствуй, мама моя. Что ты делаешь и как поживаешь? Что скажешь нового? Живи до скончания веков. Твой Иосиф. Передавай привет Саше и Васо. Передавай привет знакомых. Осенью 2014 года на закрытых торгах одного из европейских аукционов был представлен очень любопытный лот. Три письма. Их автор – юноша, обучавшийся в конце 19 века в Тифлисской духовной семинарии. Внизу подпись «Твой Сосо». Это письма Сталина, адресованные его матери – Екатерине Джугашвили. Мы показываем их впервые. В архиве президента России хранятся 22 письма, которые Сталин написал своей матери – Екатерине Геладзе Джугашвили в период с 1922 по 1937 год. Все они короткие, малоинформативные, но в них чувствуется глубокая привязанность и уважение Сталина к Кеке, как ее называли близкие. Письма, которые мы впервые показываем сегодня, датированы 1894 годом. Но где, у кого находились письма Иосифа Джугашвили более 100 лет? И как они попали на западный аукцион? Ситуацию нам прояснил Алексей Осипов. Собкор в США – одной из российских газет. Последние два года жизни Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, журналист неоднократно встречался с ней в ее доме в Ричмонде. В одной из встреч, не в последний раз, она сказала, нет ли у меня каких-либо знакомых, которые говорят или переводят с грузинского языка. Дело в том, что у нее есть несколько писем молодого отца, осмодатированы тем годом, когда Сталин обучался в духовной семинарии, и он писал своей маме. С разрешения Светланы Иосифовны Алексей перефотографировал все три письма, но даже после ее смерти. Не решился их опубликовать. И только когда информация о выставленных на аукцион письмах появилась в прессе, журналист понял, что это именно их он когда-то держал в руках. И, скорее всего, письма выставил человек, которому достался архив кремлевской принцессы. Впрочем, сама Аллилуева не относилась к архиву отца должным образом. В обычном ящике для бумаг она достала затертую нейлоновую папочку, то есть явно без должного какого-то уважения пиетета, в которой лежало несколько пожелтевших небольших листков бумаги с чуть выцветшими уже чернилами. Нет ничего такого особенного, чтобы у нее пролилась слеза или она каким-то сорвавшимся голосом сказала, вот это письма папы. Нет, ничего такого не было. Впервые Алексей показывает нам фотографии писем, которые связаны с самым важным периодом жизни Сталина. Периодом его трансформации из семинариста в убежденного революционера, марксиста, борца за справедливость. Но как проходила эта трансформация и как знания, полученные в Тифлисской духовной семинарии, помогли Сталину в будущем создать государство безбожников, а самому занять место Всевышнего в сердцах миллионов? Может быть, в письмах Сталина к матери есть ответ на эти вопросы? Не надо писать Пьесу о молодом Сталине. О матери он говорил с огромной симпатией, а об отце не всегда. До того, как он встретился со социал-демократами, он считался нормальным учеником, нормальным человеком. И в этой комнате работал Пьесу Сталин. Он не сидел же тихо по ссылкам, обратите внимание, все время он бежал. А вот этот почерк молодого Сталина, вот ближе снимается, чтобы Россия тоже увидела это все. Биография Сталина овеяна мифами, тайнами и загадками. Первое – несоответствие официальной даты его рождения. Здесь, 21 декабря 1879 года, родился и прожил первые четыре года Иосиф Виссарионович Сталин. С записью в церковной метрической книге. Выписка из метрической книги Горейского Успенского собора о рождении Иосифа Джугашвили. 1878 год. Родился 6 декабря, крестился 17-го. Родители – жители города Горей. Крестьянин – Виссарион Иванович Джугашвили и законная жена его – Екатерина. Впервые вопросом о дате рождения Сталина заинтересовались в батумской жандармерии. В апреле 1902 года. Сосо Джугашвили, тогда еще начинающего революционера, арестовали за организацию политической демонстрации рабочих. Так зачем же Сталину понадобилось менять дату своего рождения? У профессора Вахтанга Гурули есть на этот счет собственная версия. Дело в том, что если бы Сталин показал, что родился в 1878 году, то тогда его должны были призвать в армию. Но так как он на призыв не явился, его нужно было судить за дезертирство. Сталин сам внес неразбериху. Когда жандарм задал ему коварный вопрос, а к какому призывному пункту вы приписаны, Сталин сразу догадался, в чем дело, и поэтому изменил дату своего рождения. Однако следователь батумской жандармерии засомневался в правильности, указанной Сталином датой. Жандармы должны были прийти в церковь, потому что тогда все метрические данные хранились в церкви, где его крестили. Но жандармам было неизвестно, в какой именно церкви крестили Сталин. Поэтому они решили пойти другим путем и допросить мать Сталина, Кике Геладзе. Узнав, что начато расследование, Сосо успевает передать из тюрьмы через своих соратников письмо матери, в котором предупреждает ее о возможном визите полицейских. Кике, предупрежденная сыном, дает показания, что не помнит ни точной даты рождения Сталина, ни церкви, где его крестили. Кого только не записывали в отцы советского диктатора и прославленного путешественника Николая Пржевальского, и русского самодержица Александра Третьего. Однако Пржевальский был гомосексуалистом, а Кике не было в Тифлисе, когда там останавливался будущий царь. Более реальным претендентом на роль отца мог бы быть горийский помещик-винодел, покровитель семьи Джугашвили, Коба Эгнаташвили. Уж не в честь ли него возьмет потом Сталин свою революционную кличку Коба? В Грузии, и вот в том поколении, самая распространенная версия была, что он таки сын Эгнаташвили. А это была семья такая аристократическая. В прошлом чрезвычайный полномочный посол Грузии, в Великобритании Гела Чарквиани, сын Кандида Чарквиани, который с 1938 по 1952 годы возглавлял ЦК Компартии Грузии. Отец часто рассказывал ему о своих встречах со Сталиным и о том, как Сталин вспоминал свое прошлое. С другой стороны, он называл Бессарена своим отцом, и когда он вспоминал семью, он все время говорил об отце тоже. Хотя о матери он говорил с огромной симпатией, а об отце не всегда, потому что он признавал, что отец, в общем-то, пил, и не особенно хорошо относился к матери, и так далее, и так далее. Так что это все гипотезы, но все же в истории, наверное, так и останется всегда, что отцом Сталина был Бессарен Джугашвили. Это единственная фотография отца Сталина. У ремесленники города Гори во время одного из праздников, вот эта вся гильдия вот этих сапожников, они сделали общий снимок. И вот с этого, в общем, снимка взято вот так. Ну, потом это увеличили, естественно, все. И вот фотографии отца Сталина. Музей Сталина в Гори. Дом, где он родился. Из обстановки стол, пара стульев, сундук и кушетка. Внизу – мастерская отца сапожника. Эти экспонаты должны были внушать советским гражданам мысль, что вождь – выходец из народа. Впрочем, до конца дней своих Сталин останется аскетом в быту. Действительно, в Гори Виссарион был сапожником. Но, переехав в Тифлис, он открыл мастерскую, в которой у него уже появились наемные работники. Таким образом, его можно было причислить к классу мелкой буржуазии. Однако белая полоса в жизни семьи Джугашвили длилась недолго. Первые два сына Михаил и Константин умерли еще в младенчестве. Их смерть подкосила Виссариона. С Гори он запил и вскоре превратился в алкоголика и домашнего тирана. Он периодически избивал жену Кике и единственного сына Сосо. Едва заслышав пьяный голос отца, пятилетний Иосиф просил Кике отпустить его к соседям, пока не заснет отец. Как напишет в своих мемуарах сын начальника полиции Иосиф Девришеви, Бесо обращался с ним, как с собакой. Относился он очень строго. Был, так сказать, доготов к ремню. Нежных воспоминаний у Сталина об отце не было. И только мать всегда окружала сына вниманием и заботой. Она была портнихой, но она еще подрабатывала и тем, что убирала в домах богатых людей и стирала тоже. В общем-то, конечно, если бы она, мать, не подзарабатывала, то им бы было очень-очень туго. Ведь она хотела, чтобы он стал священником. И даже, как говорится, в конце, даже при всей его славе, уже она еще была жива, когда Сталин уже был, так сказать, на самом верху. Даже говорят, что она сожарела о том, что он не стал священником. Виссарион был против того, чтобы Сталин начал учиться в Горейском духовном училище. Все документы уже были собраны, но в тот год отец держал верх, и Сталин не пошел на занятия. Иосиф начнет свое обучение в училище лишь осенью 1890 года. Причиной задержки в поступлении стал еще и указ императора Александра III, по которому все грузины обязаны учиться исключительно на русском языке. Эти пропущенные годы Сосо будет заниматься русским языком вместе с детьми священника Чарквиани. Кто знает, не получи он тогда этих знаний, возможно, Сосо действительно пошел бы по стопам отца и стал сапожником, а великая страна никогда бы не услышала имени Сталина. От училища в Горе в первоначальном виде сохранился только первый этаж. Здание сильно пострадало во время землетрясения 1920 года. Придя к власти в Грузии, большевики и вовсе упразднили это учебное заведение. Новое здание отстроили лишь в 2006-м. Однако память о своем самом знаменитом ученике здесь хранят по сей день. Нынешний директор училища, отец Борис, показывает нам старые фотографии. Курс, где учился Джугашвили. Вот он здесь. Здесь есть учителя. Большинство преподавателей тогда были русскими. Из-за любых разговоров на грузинском учеников сажали в карцер. Лишь к одному человеку подростки относились с теплом, учителю пения Семену Гагличидзе. Очень скоро Джугашвили стал его любимчиком. Хоровой кружок Горильского духовного училища. Все годы учебы в его училище Сталин пел в этом кружке. У него был хороший голос, дискант. Ну, потом, может быть, наверное, голос годами немножко изменился, но он всю жизнь любил петь. Маленький Сусо был так набожен, что старался не пропускать богослужений, лучше всех в классе читал псалмы, за что по окончании учебы получил псалтырь с дарственной надписью. Все, что касается его жизни в горе, и до того, как он, значит, встретился, значит, с этими социал-демократами, он считался нормальным учеником, нормальным человеком. К началу учебы Сталина в училище отец Виссарион окончательно покинул семью, переехав на заработки в Тифлис. Кеке, чтобы обеспечить сыну достойное будущее, постоянно работала. Большую часть времени Сусо был предоставлен сам себе. Его воспитывала улица. Еще в раннем детстве он переболел оспой, следы которой останутся на его лице. Из-за этих шрамов он еще в училище получил кличку Рябой. К тем же годам относится несчастный случай, после которого левая рука у Сталина стала на несколько сантиметров короче. Тогда среди горийской уличной шпаны была популярна игра в труса. Мальчишки хватались за оси колес, проезжающих мимо экипажей. В какой-то момент маленький Сусо просто не успел вытащить руку. Лошади понесли, а он прямо перед домом играл на улице. Ну и кто-то сумел его схватить по сей день моменту, спасти и так далее. Вот от чего зависит судьба человека. Однако, считает профессор Гурули, слухи о плохом здоровье Сталина сильно преувеличены. У Сталина было очень хорошее здоровье. Если у него была бы какая-то хроническая болезнь, он бы просто не смог пережить ссылку в Сибирь. Потому что даже полностью здоровые люди не всегда там выживали. В 1894 году Сталин заканчивает Горийское духовное училище, получив рекомендации от учителей, осенью того же года он поступает в Тифлисскую православную духовную семинарию. В тот период в Тбилиси не было другого высшего учебного заведения, которое было бы ему доступно. И поэтому Сталин решил поступить именно сюда, так как это было единственное высшее учебное заведение, в котором могли учиться не только дети священников, но также юноши из бедных семей. Однако право на бесплатное обучение имели только дети священнослужителей. Для всех остальных 40 рублей в год и еще 100 рублей нужно было отдать за общежитие и питание. Также за свой счет приобреталась форменная одежда. Для матери Сталина, зарабатывающей не более 10 рублей в месяц, такая сумма была просто неподъемной. Но где взять деньги? Набравшись духу, Иосиф пишет письмо ректору. Нижайшее прошение. Так как мои родители не могут содержать меня в Тифлисе, то я всеподданнейше прошу вас, ваше высокопреподобие, принять меня хотя бы на полуказенное содержание. К всему осмеливаюсь добавить и то, что во все времена моей учебы в Горийском духовном училище я пользовался пособием из Сум училища. Руководство семинарии пойдет Джугашвили навстречу. Теперь ему нужно платить только за учебу и одежду. Поначалу жизнь в Тифлисской семинарии могла показаться молодому Сосо даже более строгой, чем в его родном Горийском училище. Здесь все было расписано по часам. В семь подъем, потом молитва, чай, начало занятий, в три часа обед, немного свободного времени, в пять вечера перекличка, после которой выходить на улицу категорически запрещено, в восемь ужин, потом время приготовления уроков и в десять вечера отбой. И лишь в воскресенье семинаристы были предоставлены сами себе. Здравствуй, мамочка моя. Вчера мне прислали письмо от тебя, и я сразу сажусь писать ответ. Очень благодарен тебе за весточки, которые ты мне прислал. Когда далеко от дома, то каждое слово оттуда очень греет сердце. Все у меня хорошо, не беспокойся. Я здоров, сыт, одет. Здесь у нас хорошо. Семинаристы дружные и добрые. Мы много времени учимся, а в свободное время говорим друг с другом. Творец дает нам силы на все, славен и всемогущен. Со стороны жизни здесь выглядела тихой и благопристойной, но даже в этой почти монастырской атмосфере ощущался тревожный дух перемен. И то, что многие семинаристы выйдут потом из этих стен убежденными, революционерами окажутся от них не случайным. Здесь появились марксистские кружки, в которые вступили и многие семинаристы. Несмотря на жесткий распорядок, в самой семинарии царил дух бунтарства. Еще за год до поступления Джугашвили учащиеся устроили забастовку, отказываясь выполнять распоряжение руководства. Результат отчисления 83 воспитанников. Впрочем, в тот свой первый год в семинарии Сусо еще кажется слишком далек от революционных дел. Он прилежно учится. Он пел в хоре экзарх и за это получал 5 рублей. Кроме этого, у него была стипендия 5 рублей. Ну, а для неимущих, в общем, тогда, это были хорошие деньги, уже 10 рублей. Отец об этом знал. Ну, сами понимаете, пьющему человеку всегда нужны деньги. И он, в общем-то, явился как-то в семинарию и так довольно грубо сказал ему, мне нужны деньги. Сусо встретил его, в общем-то, уже по-мужски. Он ему прямо сказал, ты знаешь, что у меня нет денег, я тебе не могу никаких денег дать. Он говорит, ты такой же скупердяй, как твоя мать. И после этого уже Сусо ответил так, знаешь, если ты не прекратишь это, я вызову кого следует, и тебя отсюда выпроводят. Вот так закончился этот эпизод. Это рассказывал сам Сталин моему отцу. Именно тогда Сталин начинает писать стихи и приносит их в редакцию самой популярной грузинской газеты «Иверия». Илья Чевчевадзе был беспощаден к стихам, которые ему не нравились. Для него не существовало каких-либо авторитетов, каким бы великим ни был поэт. Он оценивал исключительно само стихотворение, и только этим можно объяснить, что главный редактор «Иверия» опубликовал пять стихотворений обыкновенного семинариста второго курса, который совсем недавно приехал из горя в Тифлис. Раскрылся розовый бутон, прильнув к фиалке голубой, и легким ветром пробужден склонился ландыш над травой. Пел жаворонок в синеве, взлетая выше облаков, и сладкозвучный соловей пел детям песню из кустов. Цвети, о Грузия моя, пусть мир царит в родном краю, а вы учебою, друзья, прославьте на каникулы Сталин отправляется в горе, где большую часть времени проводит за чтением книг. Если мы обратим внимание на название этих книг, то мы увидим вот, пожалуйста, краткий курс экономической науки, история культуры, физиология души, очерк происхождения и развития семьи и собственности. То есть вот это астрономия. Он интересовался самыми разными вопросами. И вот так вот всю жизнь он так и читал и учился. Эта любовь к печатному слову сохранится у него до конца жизни, так как к 1952 году количество книг в библиотеке вождя превышало 20 тысяч экземпляров. На пяти с половиной тысячах имелся его личный штамп библиотека Иосифа Сталина. Порой Сталин просматривал, а иногда и прочитывал по несколько книг в день, не забывая подчеркивать понравившиеся места и оставлять на полях заметки. Вот это студенты, причем семьи такие, благополучные, интеллигентные семьи, вот, и рассказывал Пхабхазы, лето, Крюшон, время проводят, и дошли, говорят, мы до состояния, когда любая шутка вызывала гомерический смех. И вдруг где-то, а где Сосо? Сосо Сталин, Иосиф, сокращенно. А Сосо, кто-то говорит, он на веранде, на кушетке лежит и читает Наполеона. И мы, говорит, его спрашиваем, ну, что ты там? Как, что Наполеон там? И подняв голову с присущей ему такой выдержкой и солидностью Сталин отвечал. Оказывается, Наполеон допускал немало ошибок. Я их тут отмечаю. Тем же летом в горе в доме у товарищей семинаристов Сосо знакомится со студентами Московского университета Иосифом Барамовым и Петром Дондаровым. Именно от них Сталин впервые узнает о существовании в России студенческих кружков. Жизнь борцов за справедливость, о которой рассказывали эти люди, была притягательна и заманчива. Он уже не хочет посвятить себя служению Богу. Сталин мечтает изменить мир. Пока я ничего не знаю про каникулы. Возможно, что они будут на Рождество, но может быть и так, что первогодок оставят в городе и отпустят по домам только уже будущим летом. Как только что-то буду знать на этот счет, то сразу сообщу. Передавая от меня приветы Автандилу, Васеко и всем. Обязательно напишу еще до Рождества. Ваш сын Сосо. Вернувшись после каникул, Сосо вместе с одноклассниками решает организовать в семинарии кружок. Скрывая все от учителей, друзья становятся членами тайного книжного клуба «Дешевая библиотека» и взахлеб зачитываются запрещенной литературой. А тут не только марксистская литература была запрещена, а вообще светская литература. У него несколько раз отнимали, его несколько раз в карцер сажали. Из-за того, что у него в комнате находили такую литературу. По ночам и на переменах Сосо увлеченно читает. Его любимые авторы Гюго, Золя, Чехов, Некрасов, Ратищев, Рахметов из романа Чернышевского «Что делать?» станет для Сталина образцом для подражения. Профессиональный революционер, аскет, человек, будто выкованный из стали. Разве не таким потом будут описывать самого отца народов его советские биографы? И все же, как получилось, что подающий надежды двадцатилетний поэт выбирает для себя путь революционера. Сталин испытывал сильную неприязнь к той социальной системе, которая царила в Российской империи. Он понял, что если вступит в национальное движение Грузии, то не сможет победить царизм. И он идет на радикальные меры. Он вступает в ряды революционеров. В одной из анкет на вопрос, с какого времени вы принимали участие в революционном движении, Сталин ответил, с 1897 года. То есть, если верить словам вождя, все началось еще за два года до его исключения из семинария. Вначале были какие-то чисто такие романтические, гагелистические мировоззрения. Дальше уже пришло политическое осознание, идея, как можно, какими методами, что для этого надо и как можно направить людей на исполнение данных задач. Я часто думаю также и о том, как воистину неисповедим оказался путь, приведший меня сюда. Испытание, неспосланное мне, или дар Божий, все это мне предстоит понять и осознать. Твердо знаю, он послал мне это неспроста. Не переживай, мамочка моя, всего у меня в достатке. Да и много ли нужно семинаристу? Я сыт, одет и обут, а также здоров. И полон любви и сострадания к миру нас всех окружающим, созданным Творцом. Хочу знать, что чувствуешь ты себя хорошо. Будь здоров, мамочка моя. Начиная с этого времени у Джугашвили резко падает успеваемость. Когда-то примерный ученик превращается в троечника. Зато образование на другом фронте идет полным ходом. Он очень дружил с младшим братом, таким знаменитым грузинским революционером, Ладо Кецхавелли. И вот как видать, связь с Ладо Кецхавелли повлияла на его марксистское образование. Марксист Ладо Кецхавелли взял шефство над сталинским литературным кружком. С чтением художественной литературы было покончено. Теперь здесь читали другие книги. Сталин уже тогда думал, что от пустой болтовни пора переходить к реальным действиям. В 1898 году он вступает в ряды Тифлийской организации РСДРП. С этого момента уход Сталина из семинарии был всего лишь делом времени. Этот поступок похоронит мечты его матери о том, что ее сын станет епископом. Просто пошел дальше, понял, что вот то, другое, возможность революционной работы, его это заинтересовало, это его реально вовлекло. Плюс мы добавим, что молодой человек, юношеский максимализм, возможность, да, потрясти этот мир, исправить этот мир. Место Библии заняли труды Маркса. Место креста и кадила печатный станок и товарищ Маузер. Амвоном станет трибуна на митингах. Коммунизм становится для бывшего семинариста новой религии. Но всю свою дальнейшую жизнь он будет маневрировать между законом Божьим и заветами Ильича, пытаясь взять из христианства то, что могло бы быть полезно партии. Он сказал, марксизм – это наша религия. Если кто-то хочет с нами иметь дело, пусть принимает нас вместе с нашей религией. И вот то, что он упомянул слово «религия», а не «наука», это очень важно. Церковная иерархия станет моделью для построения вертикали его власти. Он возьмет из церкви культ воспевания Всевышнего, борьбу с инакомыслием, коммунистический аскетизм и отвращение к стяжательству. Полковых священников заменит замполитами. Вместо икон в каждом красном углу развесит свои портреты. Жития святых заменит биографиями руководителей партии. А сам Сталин займет место Бога в сердцах миллионов. Молодой Сталин, да, писал и говорил о том, что компартия должна взять себе вот как пример, скажем, орден мученосцев и должны иметь ячейки и приводные ремники этим ячейкам из центра до самых отдаленных мест. Это ему удалось осуществить. Конечно, не только ему, соратниками. И это начиналось, конечно же, при линии. Но постепенно революционные идеи окончательно вытесняют из главы Сталина христианские заповеди. Сам он не раз говорил, меня выгнали из семинарии за пропаганду марксизма. Но так ли все было на самом деле? Возможно, ответ на этот вопрос мы получим в Центральном историческом архиве Грузии. Его директор Антон Вачарадзе показывает нам один очень любопытный документ. Оценки Юсифа Джугашвили в четвертый класс учебы, семинарии. Вот, можете посмотреть. Здесь очень интересно, что самые высокие оценки у него по поведению и по психологии. Самые плохие оценки по священному писанию. Так что же стало реальной причиной исключения Джугашвили из семинарии? Существует еще одна версия, которой придерживаются многие историки. Матери Сталина просто нечем было платить за образование сына. Студенты несостоятельные. Почти у всех какой-то недоплатой. Это не думаю, что это стало быть причиной причисления его или какого-то серьезных санкций. У Антона в Чарадзе нет сомнений. Из семинарии Сталин ушел по собственному желанию. За то, что он не появился на экзамене, его там вычислили из школы. Вот здесь это написано. В революционном деле главная конспирация и Сталин находит для себя идеальный вариант. Он устраивается на работу синоптиком в Тифлисскую обсерваторию. Во-первых, это официальное прикрытие. Во-вторых, это место для проживания. Ну, как корейскому молодому человеку в Тфелисе проживать трудно находить квартиру. К тому же для проживания еще и нужны были средства. И вот зарплата, квартира и заодно и прикрытие. Это комната как раз комната наблюдателя бывшей Тифлисской физической обсерватории. И в этой комнате работал Юсип Сталин с 1899-1901 годы. Работа не пыльная. День через день. Да и зарплата 20 рублей. Деньги для бывшего студента и недоучки не маленькие. Интересно то, что у него и в кабинете и на квартире тут, где он проживал, собирались тогда известные социал-демократы, то есть Ладокет Александр Цулукидзе и сам он. И они занимались тут пропагандистской деятельностью, то есть готовились для работы в массы. 1 мая 1900-го года Джугашвили вместе с соратниками организует в Тифлисе первую маевку. Под покровом ночи в горах собирается около 500 активистов. Сосо произносит свою первую речь. Он призывает рабочих без забастовки и на следующий день ему вторят все железнодорожные депо города. Фамилия Джугашвили впервые появляется в оперативных сводках тайной полиции. Несколько раз был обыск, есть у нас в обыске полицейское, жандарнестское данное, значит, ни разу он попался, не могли поймать его. Последний раз тоже, когда был огромный обыск, он удрался, значит, не смогли его поймать. В 901 году Сталин бросает работу в обсерватории и полностью переходит на нелегальное положение. С этого момента он постоянно меняет имена и живет как минимум на шести квартирах. В Тифлиском жандармском управлении царила страшная неразбериха. В службе наружного наблюдения было очень тяжело фиксировать передвижение Сталина по городу. Получалось так, что появление шпиков Сталин будто бы предчувствовал заранее. Начальник царской охранки города был в ярости от того, что ни один агент не может проследить путь Сталина по улицам Тифлиса. Такое впечатление, что Сталин какой-то непонятной гипнотической силой отключал внимание этих агентов. В начале 1902 года Сталин приезжает в Батуми. Портовый город охвачен массовыми волнениями. Бастуют рабочие нефтеперерабатывающих заводов Ротшильдов и Нобелей. Сталин тут же включается в революционный процесс. 4 января в Гавани вспыхивает склад с нефтепродуктами, но рабочие отказываются его тушить. 17 февраля хозяева предприятий наконец сдаются, согласившись удовлетворить все требования бастующих. Однако уже через неделю увольняют почти 400 активистов. И забастовка вспыхивает вновь. Для подавления выступлений в город в срочном порядке приезжает губернатор Кутаиси генерал Смагин. 7 марта полицейские устраивают массовые облавы на организаторов забастовки. Сталину сообщают, что всех арестованных перевели в специальные полицейские казармы для пересыльных. СОСО предлагает немедлить и взять казармы штурмом. Его основной задачей было освободить тех рабочих, которые были арестованы за день до этого. 8 марта у полицейских казарм собирается толпа. Демонстрантов встречают солдаты. Сталин обращается к рабочим «Не бойтесь, солдаты не будут в нас стрелять». Но когда демонстранты попытались прорвать оцепление, те все же начинают палить в воздух. В самих казармах начинается бунт. Вскоре полиция узнает именно зачинщиков беспорядков. 5 апреля 1902 года жандармы арестовывают Сталина. Арестована и Наташа Кертава. Она первая, но не последняя тайная любовь к Джугашвили. Забегая вперед, скажем, что подобных романов у Сталина будет 13. Он женщин не чурался, и они видели в нем интересного не маленького грузина с сухой рукой и лицами со спиной, а некого такого очень интересного молодого человека с интересными идеями, который, значит, их очень прекрасно излагал, и слушали его, как понимаю, разину в рот. Однако лавеласом Сталина не назовешь. Его единственная любовь – революция. Она его испепеляющая страсть. Первое, что он делает, попав за решетку, превращает темницу в настоящий революционный университет. Он организовывает демонстрацию против священника, прибывшего отслужить молебен, и вскоре завоевывает авторитет не только у политзаключенных, но и у уголовников. Действительно, он был типом Альфа Сталин, и поэтому он всегда доминировал. Это харизма, это способность, так сказать, в типе Альфа очень много черт. Способность, например, выносить трудности из-за какой-то идеи, с другой стороны, игнорировать, допустим, интересами определенных людей, определенных групп людей из-за какой-то идеи. Сталин был идейным человеком. Говорят, что когда Джугашвили переводили из батумской тюрьмы в Кутаиси, кто-то из охранников хотел надеть на него кандалы. Сталин строго сказал, мы не воры, чтобы кандалы на нас надевать. И тот отступил. Он много раз доказал, что психологию человеческую знает досконально. Кстати, книга Лебона «Психология нас» была настольной книгой Сталина, одной из настольных книг Сталина. Это очень важно. 27 ноября 1903 года, пройдя по этапу пол России, Сталин прибывает к месту своей первой ссылки. Село Новое Уда Иркутской губернии. По сравнению с ужасами ГУЛАГа царская ссылка могла показаться курортом. Заключенные получали от правительства деньги, чтобы купить еду, одежду и снять комнату в доме крестьян. Не запрещалось получать посылки и денежные переводы от родных. Работать на государство никто не заставлял. Надзор был минимальным. Куда бежать, если вокруг только снег и тайга? И все же Сталин решается на побег. Эта попытка оказывается неудачной. Он сильно обмораживает нос и уши и еле живым добравшись до Балаганска вынужден вернуться обратно в новую Уду. Он явно амбициозный человек, который считал, что таким путем он может действительно чего-то добиться, достигнуть вот этим революционным путем. Почему? Он не сидел же тихо по ссылкам. Обратите внимание, он бежал практически все. Все время он бежал. Все время и при этом он не переправлялся на заграницу. В 904 году по стране прокатывается волна запастовок. Среди политзаключенных все разговоры только о грядущей революции. Сталин снова решается на побег. На этот раз у него при себе одежда, провизия, деньги и фальшивое удостоверение агента охранки. Некоторые историки считают эту фальшивку доказательством того, что Сталин таковым и являлся. Купить фальшивые документы в те времена не было проблемой, чем Сталин активно и пользовался, сменив за период нелегальной революционной деятельности более 50 кличек и фамилий. В феврале 904-го Джугашвили приезжает в Тифлис и снова погружается в жизнь подполья. Вот значит на грузинском языке, на армянском и на русских языках общее название всех этих прокламаций было Брдзола по-грузински, а по-русски Барба. А вот этот почерк молодого Сталина, вот ближе снимается, чтобы Россия тоже увидела это все, это план работы на три дня, один, два и три дня. Прошу вниз. Хранитель музея Сосо Габашвили показывает нам чудо инженерной мысли, знаменитую овлобарскую типографию. Сто с лишним лет назад для того, чтобы попасть к станку, революционеры использовали колодец. А как они спускались туда? Значит, раньше стояло большое ведро, это я просто для красоты сейчас повысил, вот так, как русская колода с обыкновенной, вот так крузили, большую ведро здесь поставили, садились сюда большевики и друг другу помогали и пошли вниз. На глубине 15 метров тот самый типографский станок, на котором Иосиф Джугашвили когда-то печатал свои первые статьи и агитки. Вот это тот самый станок. Это немецкий станок из Аугсбурга, год выпуска 1893. В 904 году Грузия в огне. То там, то здесь вспыхивают крестьянские бунты. Сталин в постоянных разъездах. По его следам идут агенты охранки. Есть там документы, что они сообщают, что задержали, например, гражданину под именем Каос Нижарадзе, который в конечном счету оказался Иосифом Джугашвили. В тот раз Сталину снова повезло. Он чудом бежит из тюрьмы. Этот пламенный колхидец, как называл его Ленин, теперь больше известен под псевдонимом Коба. Санкт-Петербург. 9 января 1905 года. Эта дата войдет в историю России как кровавое воскресенье. Расстрел многотысячной толпы рабочих, пришедших подать царю петицию, станет спусковым крючком для начала первой русской революции. Империя охвачена волнением. Примкнувший к большевикам Сталин организует в Грузии красные дружины. Те устраивают засады на полицейских и грабят государственные банки. Все революционари в то время занимались тем, что организовывали банды для нападения, для экспроприации. Это время было такое, когда бушевало, я бы сказал, и национальное, и социальное, и разного рода возмущение. Так что этим социал-демократы очень хорошо и воспользовались. В апреле 906-го Сталин отправляется в Стокгольм на 4-й съезд РСДРП. Там он впервые встречается с Лениным. И вот когда он потом вспоминал, что он получил, я получил Лениное письмо, в котором каждое слово не говорило, а стреляло. Это письмо обубликовано, конечно. Это письмо касается того, что партии очень нужны деньги. По возвращении в Грузию Куба организует бригаду экспроприаторов. Ее главарями становятся ближайшие соратники Сталина Котец Истнадзе и Симон Тер Петросян, более известный как Камо. В 906-м году сталинская бригада организует несколько дерзких налетов. Среди них ограбление земельного банка. Себе грабители оставляют лишь так называемые необходимые комиссионные. Остальное отправляют Ленину на нужды революции. Сталин фактически станет главным спонсором ВКПБ. Когда он встречается в 905-м году, потом в 907-м году на разных конференциях с Лениным, то они обычно договариваются о том, как он будет обеспечивать партию в Закалказе и Закалказе этими деньгами. К тому времени Сталин уже поселился на Фрейлинской улице 3. У бывшего сокурсника по семинарии Александра Сванеца у него три прекрасных сестры Сашико, Моряко и Като. У сестер был небольшой бизнес швейная мастерская. Като и Иосиф влюбились друг в друга с первого взгляда. В ночь с 15 на 16 июля 1906 года они венчаются, а в марте 1907 у молодой пары рождается сын Яков. Через месяц после трудных родов Като с младенцем на руках едет за мужем в Баку. Любопытный факт, как раз этим же летом там же в Баку Сталин будет частым гостем в семье Аллилуевых. Согласно семейному преданию, он спас их дочь Надежду, когда та упала в море с набережной. При вратности судьбы вырвав из рук смерти свою будущую вторую жену Сталин не уберег первую. Именно в Баку Като подхватывает чахотку. Она сгорит за полгода. Ее смерть станет для Сталина настоящим потрясением. И когда она умерла, то творилось невероятное. Его удерживали буквально. То ли я самоубийство думал, во время похорон прыгнул в могилу, обнял гроб, и не могли никак его оторвать. Потому что спуститься родственник в могилу спуститься и физически его оторвать от гроба супруги. Несколько лет спустя он своей матери пишет, что с Като вместе оборвалась его прежняя жизнь. Смерть Като стала точкой невозврата. Это была самая сильная любовь его жизни. И с этого момента он полностью с головой уйдет в революцию. Человеческие жизни уже не будут представлять для него такой уж большой ценности. Он будет перешагивать через судьбы, семьи и даже через желания собственной матери. В марте в марте 17-го он приедет в бурлящий Петроград. Прагматик до мозга костей он будет шаг за шагом взбираться на вершину власти и отомстит всем, кто ставил припоны на его пути. Под безжалостный каток сталинских репрессий попадут и его враги, и ближайшие соратники по партии. Встав у руля огромной страны, он уже будет мало напоминать того юношу с горящим взглядом когда-то писавшего стихи. Булкаков хотел написать Михаил Афанч Булкаков пьесу о молодом Сталине. Ну и, конечно, это было передано Сталину, Булкаков сам об этом позаботился. И тот тут же ответил у Булкаков потом была пьеса Батон, да? Все молодые люди одинаковые. Не надо писать пьесу о молодом Сталине. Я думаю, что эта фраза была вызвана тем, что в то время, как его вспоминают, еще бывало по молодости лет, что эмоции давлели над рациональным его действием, выступлениями и так далее. И он впоследствии переживал это. То тогда он еще полностью в любой ситуации не владел собой. Лишь только матери до самой ее смерти он будет писать все те же теплые письма, которые писал в юности и семинарии, когда еще в его душе жил Бог, и он сам не считал себя ему равным. Мама моя, здравствуй, живи десять тысяч лет, целую, твой сусон. сусон. растения сусон. 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 Продолжение следует...